Тема платежей за будущий капитальный ремонт домов у многих до сих пор вызывает вопросы. Многие жители были удивлены тем, что платить необходимо в Пермь на счет регионального оператора. На общем собрании мы решили, что если будет специальный счет на наш дом, то возможно платить будут. Но и то, мне кажется, не все, потому что все очень против. Все очень, большинство против. Хоть они и подписывали этот у нас протокол, но большинство против. И вплатить наверняка многие не будут. Отметим, что несвоевременная оплата счетов за капремонт приведет только к еще большим расходам и уплате пени. А вот копить средства на специальном счете очень даже реально. Кстати, некоторые ТСЖ в нашем городе решили для себя этот вопрос именно так. Провели собрание жильцов, открыли специальный счет. Вот только сделать это надо было еще в прошлом году. В итоге сегодня те дома, где таких собраний не проводилось, автоматически были зачислены в систему накопления через регионального оператора. Тем не менее, и сейчас у собственников есть право выбора. В любое время собственники многоквартирного дома могут выбрать формирование фонда специальный счет. В любое время проводят собрание по жилищному законодательству. То есть, это сначала должно быть очное голосование. Если кворума нет на очном голосовании, проводится заочное голосование. Но проводить собрание и оформлять соответствующие решения нужно правильно. Например, фонд капитального ремонта принимает только определенную форму протокола собрания жильцов. Образец такой формы можно взять на сайте фонда. В фонд59.ру есть и другие тонкости. Во-первых, нужно выбрать спецсчет, что собственники за открытие специального счета. Потом необходимо выбрать владельца специального счета. Владелец специального счета может быть на сегодняшний день в жилищном кодексе три владельца. Этими владельцами могут быть ТСЖ или обслуживающая организация. Здесь главный вопрос – доверяете ли вы руководству своего ТСЖ или обслуживающей компании. В третьем случае платежи принимает региональный оператор по принципу общего котла. Потратить средства, которые копятся на капремонт, на какие-либо другие цели региональному оператору практически невозможно. Закон предусматривает систему строгого контроля, так что свои плюсы и минусы есть у каждого варианта. Кто в конечном итоге будет заведовать деньгами на ремонт дома, должны решить собственники на общем собрании. Причем, чтобы такое решение имело силу, необходимо набрать за две трети голосов от общества количество жильцов. И тогда владелец спецсчета необходимо с этим протоколом идти в банк и открывать специальный счет. А банк дает уведомление об открытии специального счета. Берется протокол, берется это уведомление об открытии спецсчета и предоставляется его в Государственную инспекцию жилищного надзора, в фонд капитального ремонта и к нам в администрацию города. Итак, информация на карандаш. Чтобы создать спецсчет вашего дома, необходимо сделать следующее. Проведите общее собрание жильцов, удобное для всех время, ведь явка собственников должна быть более 50%. Все, что вы решите, должно быть записано в специальном протоколе, который можно получить на сайте фонда или в УГКХ. Затем из трех вариантов вам нужно выбрать владельца вашего счета. Им может стать ТСЖ или обслуживающая организация. Для сбора средств через регионального оператора ничего делать не нужно, все молчаны автоматически попали в этот вариант. Далее открыть счет можно в любом банке. И, наконец, получив документ об открытии счета, отправляйте все документы в УГКХ и Государственную инспекцию жилищного надзора. Вот так можно отказаться от услуг регионального оператора по накоплению средств на капитальный ремонт. И помните, несмотря на то, какой способ оплаты вы выберете, платить за капитальный ремонт дома все равно придется. Евгения Константинова, Сергей Сбзеев, телекомпания Сольтовая.